На первый взгляд обычные девушки. Однако, если присмотреться, девчата вовсе не простые. На какой взгляд не бросишь, если не победительница, то серебряная призерка чемпионата Европы по тайскому боксу. В конференц-зале Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области спортсменки отвечают на вопросы омских журналистов. А их накопилось немало. Главное, каково им хрупким созданием отстаивать честь России на крупнейших турнирах. На июльском чемпионате Европы омичке выиграли пять медалей. Чемпионками турнира среди юниорок стали Анастасия Анфилогенова, Наталья Ларченко, Елена Сморчкова одержала победу среди взрослых. Вторые места достались Ксении Холод и Оксане Киженеровой. Я считаю, что самое сложное это подготовка. Победить легко? Ну, победить нелегко, но морально, я считаю, что физически, конечно, тяжелее на соревнованиях, но морально тяжелее на сборах. Когда ты знаешь, что еще три недели впереди, нужно пахать, пахать и еще раз пахать. Вот, ну, я думаю, девчонки с ума согласятся. Тайский бокс набирает обороты в регионе. С каждым годом количество занимающихся растет. Приятно, что после того, как в нашей Омской области появился чемпион мира, появились чемпионы Европы по тайскому боксу, теперь у нас есть и девушки, которые занимаются этим видом спорта и оппозиционируют нашу Омскую область в этом виде спорта. Я думаю, что то, что завоевали медали, это очень приятно. Развитие этого вида спорта на сегодняшний день и в Европе, и в России очень большое. Пристальное внимание сегодня Оксане Кижнеровой. Она единственная из омских спортсменов, кто получил лицензию на выступление во всемирных играх боевых искусств, которые впервые пройдут в России. Полтора месяца остается у Оксаны, чтобы подготовиться к ответственному старту. Две недели девушка будет тренироваться в родном клубе в Омске, еще три проведет на тренировочных сборах в Кемерово. Оттуда в Санкт-Петербург, столицу всемирных игр боевых искусств. С 17 по 26 октября Оксане предстоит защищать цвет российского триколора на представительном старте. Желаем удачи!